Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Неемия». Я читаю для библейского портала «Экзегет» свой перевод с небольшими комментариями. Первая глава у нас была про молитву «Неемия». Иерусалим лежит в развалинах, и жизнь иудеи в его окрестностях никак не наладится, хотя уже миновало Вавилонское правление, уже персы правят на Ближнем Востоке, а персы гораздо лучше относятся к иудеям, и уже есть переселенцы, которые туда отправились, но город по-прежнему в развалинах. И вот, не имея вина черпи у царя, то есть человек, который подает ему за столом напитки, это довольно близкий к царю служитель, то есть очень важный человек в государстве, он обращается к Богу с молитвой о своем народе, и начинается с поведания исторических грехов этого народа, не отделяя себя от остальных людей. Мы об этом читали в первой главе. И завершает он свою молитву «Да отнесется милостив ко мне этот человек», имея в виду царя, не забывая, что царь всего лишь человек, он тоже под Богом. А во второй главе описан их разговор с царем Артаксерксом. «На 20-й год правления царя Артаксеркса в месяце Ниссани я как раз подавал царю вино, а ведь прежде я не показывался ему печальным». Такое маленькое замечание, но, конечно, царя надо радовать, улыбка до ушей. Если он увидит печального служителя, он огорчится, не надо царя огорчать. Царю нам только хорошие новости докладывать, это тоже повсеместная практика. И царь спросил, отчего так печален твой облик? Ты ведь не болен? Нет, что же за печаль у тебя на сердце? И вот тут момент опасности. Кстати, интересно, Нейми не показывался ему печальным, то есть он эту улыбку натягивал нарочно, идя к царю, или он не печалился искренне, мы не знаем. Но во всяком случае, его обращение к царю начинается с чуть больше искренности, чем обычно. Вот смотрите, Нейми приближенный царя, он может выстроить какую-то сложную интригу, или упасть на колени и сказать, молю тебя, о царе, вспомни мои заслуги, как я тебе служил, помоги мне, пожалуйста. Нет, он начинает с того, что он показывает царю свою человеческую слабость, свои чувства, свои эмоции. Это очень важно. Вот в государственной машине есть много способов принять решение, но Нейми выбирает самый человечный из них. Он даже не кидается к царю с мольбой, он ждет, пока царь сам его заметит. Но вообще восточные деспотии так и устроены. Помните, была еще книга из Фили, где с царем можно заговорить, только если он протянет себе жезл. Здесь не решается заговорить первым, но, по крайней мере, показывает свою человеческую сторону. Вот тоже хороший урок. Как общаться с язычниками или, скажем, людьми неверующими, ну или какими-то людьми, с которыми у нас явно не очень много общих каких-то ценностей и идей. Но мы люди, у нас чувства одинаковые. Я в большом испуге, ну да, страшно, отвечал царю. Да живет царь вечный. Как же не печалится мне, если город, где похоронены мои правоцы, разрушены, а его врата сожжены дотла. Тогда царь спросил, а чего ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и ответил царю. Интересно, была маленькая пауза. Он помолился про себя. То есть, наверное, была очень краткая какая-то молитва. Я вон там не читал псалмы наизусть. Но он разговаривает с царем, понимая, что все в руках Бога. И ответил царю, если это угодно царю, если угоден себе твой раб, то отправь меня в Иудею, в город, где могила моих правоцев, чтобы я отстроил его. И царь, рядом с которым сидела царица, ответил мне, сколько продлится твое путешествие, когда ты вернешься? Значит, царю было угодно отпустить меня. Я назвал срок и попросил царя, если угодно царю, пусть будут даны мне письма к наместникам Заречия. Заречия — это область за Ефратом, соответственно, иудеи в нее входят. Большая область. Чтобы они позволили мне прибыть в Иудею. Письмо к Касафу, распорядителю царских лесов, чтобы он выделил мне бревен для строительства укрепленных ворот для храма, городской стены и собственного дома, где мне жить. Все это царь дал мне по благоволению моего Бога. А с другой стороны, конкретика. Вот тоже куча всяких проектов бывает у людей. А здесь царь ставит временные рамки, а не имеет, требует ресурсы. Очень правильный подход. Бессмысленно обсуждать. Давайте там построим дворец на небес. Ну, давайте построим. Нет, в какой срок и исходя из каких наличных ресурсов. Я отправился к наместникам Заречия и передал им письма царя. Царь также отправил со мной всередников во главе со своими начальниками. Ну, понятно, на дорогах разбойники пошали. И вообще царский представитель, а он уже царский представитель, он не в отпуск поехал, он исполняет указ царя, он должен явиться все-таки с какой-то свитой. А когда об этом услышали санвалат из Харона, и то ведь служители аммонитянных очень разозлил приход человека, желающего блага сынам Израилевым. А ведь там еще есть окрестные народы, аммонитяне в частности, но есть и другие. И как это часто бывает, когда кто-то из соседей возвышается, остальным это очень не нравится. Ну, возможно, невозможно, точно. Они сами воспользовались изгнанием израильтян, пограбили там, захватили земли, поселились на них, а тут придут и все отберут обратно. Чего же хорошего. Но против царя трудно идти. Напрямую не получится. Я пришел в Иерусалим и пробыл там три дня. А потом я встал среди ночи. Интересно, а почему три дня? Вот тоже хороший такой принцип. Он торопится, но он ничего не делает в пыхыхах. Он старается выдержать какую-то небольшую паузу, заглядеться, освоиться, чтобы не было вот этого суетливого «давай, давай, скорее», а потом выясняется, что все не так. А потом я встал среди ночи, взяв с собой несколько людей, никому не говоря, что Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Со мной было только одно животное, то, на котором я ехал. Ну, видимо, ослик какой-то. То и ночью я выехал через долинные ворота и отправился к драконьему источнику и мусорным воротам. Я осматривал разрушенные стены Иерусалима, его ворота, сожженные дотла. Интересно, почему ночью? Чтобы никто не видел. Ночью вообще трудно что-то осматривать. Видно плохо. А может быть, это какой-то такой мистический опыт одновременно. То есть, конечно, это реальное путешествие. Но еще вот в этой ночи, в которой они все оказались, он единственный человек, который вот накануне рассвета осматривает эти стены и думает, когда настанет день. Это тоже же образные вещи. Вот книга Неме, она в этом смысле такая очень конкретная. Вот все предельно ясно, где, что и почем. А с другой стороны, ее глубина, она в этой конкретике кроется. Это не пророческие книги, где сплошные непонятные видения. Но смысл здесь тоже глубокий. И вот эти самые долинные ворота, мусорные ворота, драконий источник. Мы даже не знаем, что это и где. Но какие-то всем понятные топонимы, тогда понятные. Оттуда я поехал к воротам источника и к царскому водоему. Но дальше не пройти было с животным, на котором я ехал. То есть уже все настолько разрушено, что там тропы заросли и развалились стены. И, соответственно, все завалено камнями. Той ночью я поднимался по лощине, осматривал стену, а потом прошел к долинным воротам и так вернулся. Но начальники не знали, куда я ходил и что делал. Ни простым иудеям, ни священникам, ни знатям, ни начальникам. Никому из тех, кому предстояла работа, я пока что ничего не рассказывал. Но теперь я сказал им, вы же сами видите, в какой мыбеде. Иерусалим разорен, его ворота сожжены дотла. Так давайте отстроим стены Иерусалима и избавимся, наконец, от этого позора. Я поведал им о благоволении ко мне Бога моего. Пересказал и слова, которые говорил мне царь. Тогда они твердо решили и укрепились в этом благом решении. Да, мы будем строить. То есть, смотрите, он совершает это ночное одинокое путешествие, прежде чем говорить с людьми. Ведь одно дело то, что царь там сказал, он далеко. А другое дело, люди на месте. Захотят ли они ему помогать? У них куча проблем. Отстраивать стены, какой амбициозный проект. Восстанавливать храм, да ну, хватит ли у нас сил, времени, возможностей. И для того, чтобы их зажечь, ему самому надо гореть. И, может быть, это ночное путешествие не столько грехогносцировка, не столько осмотр будущего поля работ, сколько вот это такая встреча с городом. Встреча с разоренным, разрушенным городом, чтобы у него действительно сердце загорелось. Заговорить с этими людьми, зажечь их этой своей идеей, надо восстанавливать. А то, что Бог благоволит, то, что царь дал свое позволение и даже ресурсы обещал предоставить, это хорошо, это важно. Но вот у человека должно внутри действительно пылать. И Нейме это прекрасно понимает. Когда об этом узнали Санвалад из Харона, Тови, служители Аманитяна, и Геши Мазаравии, то есть окрестные тоже области, они стали с презрением насмехаться над нами, говоря, что это за дело вы тут затеяли, может, мятеж против царя? Ну, конечно же, как только кто-то начинает что-то делать, что мне не нравится, я его называю мятежником. Он против государственной власти. Потому что, если мне просто не нравится, это моя личная претензия, а если он против власти, власть он окажет. Ведь Иисуса распяли Христа за что? За то, что он якобы себя делал царем и восстанавливал против римского императора. Вот Пилат за другое бы его ни за что не отправил на крест. Ему все равно. Было какие-то споры. А вот против царя, да, вот это достойно смерти. И они тоже здесь мятеж против царя приписывать не имеют. Но вот что я сказал им в ответ, Бог небесный, вот кто дарует нам успех в строительстве, за которое мы принялись. И не бывает в Иерусалиме ни вашей доли, ни вашему праву, ни даже поминовению о вас. Он мог бы сказать, да вот у меня от царя письмо. Ведь царь ему дал такое письмо. Но он всегда помнит, что царь – это инструмент. Инструменты меняются. А деятель – это Бог. Бог единый, неизменен. Поэтому он им указывает на главный источник власти и авторитета. Ну, а если они хотят с царской властью на эту тему выяснять, пусть сами и выясняют. Мы не должны каждый раз всем доказывать. Мы должны заявлять нашу позицию. Мы должны быть очень последовательными и твердыми в отстаивании этой позиции. Но каждый раз за каждым бегать и говорить им, а вот у меня бумажка, в ней написано, что я хороший. Совершенно не обязательно. Вот если он считает, что я нехороший, пусть сам это и доказывает. Вот так, по крайней мере, думал не имеет. Ну, а что было дальше, прочитаем в третьей главе. Продолжение следует...